Мы разработали дизайн-проект площади Красноярья таким образом, чтобы организовать парковочные зоны, поскольку назначение у центра торговый. Обустраивать площадь перед торговым центром Красноярья будут в два этапа. Уже в этом году здесь создадут большую парковку, качественное современное освещение. А в следующем, на месте снесенного аварийного фонтана, прогулочную зону. Противоположная часть проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» тоже преобразится. Скучный кирпичный фасад Института цветных металлов оборудуют ночной подсветкой, а тротуары освободят от торговых павильонов. Мэр Сергей Еремин сегодня лично осмотрел фронт работы и одобрил дизайнерские проекты. Можно посмотреть, как шаг из прошлого в будущее. Вот здесь все видно практически на этом пятачке. Вот эти полуразбитые, развалившиеся из чая диада ларьки 90-х годов. Видно вот эти элементы столичных фишек, видно, как проводится сейчас благоустроительная работа в этом месте. И, соответственно, есть планы. Особенность этого ремонта в том, что многие территории в районе благоустраиваются за счет работающих там бизнесменов. И даже новые остановки общественного транспорта закупят и смонтируют на спонсорские деньги. Такое сотрудничество, как и рациональное использование ресурса, сейчас в приоритете работы городской администрации. Многие задаются вопросом, куда рабочие отвозят совершенно новую еще брусчатку, которую демонтируют с проспекта Мира. Вот она нашлась в Кировском районе в парке 30-летия Победы, где вовсю идет косметический ремонт. Этой самой брусчаткой мастят площадь. Полным ходом на правобережье проходит ремонт дворов и междворовых проездов. Всего этим летом по федеральной программе формирования комфортной городской среды в Кировском районе будет отремонтировано 23 придомовых территории. Жители дома номер 86 на улице Вавилова уже наслаждаются результатами благоустройства. Впервые за 7 лет им обновили асфальт и бордюры. Причем из собственных средств жильцы вложили чуть более 2% от стоимости ремонта. Нам было предложено перечень работ. Мы выбрали то, что нам необходимо и потянем по деньгам. Проголосовали, протоколы мы оформили и стали участвовать. Летнее благоустройство в Кировском районе будет проводиться еще несколько месяцев. Но основные результаты будут видны уже к празднованию Дня города 25 августа. Евгения Шелковникова, Максим Галат, Енисей. Новости. Редактор субтитров А.Семкин